Новый рентген-комплекс установили в начале декабря. Меньше чем за месяц обследования на новой машине прошли почти три сотни пациентов. Аппарат прост в эксплуатации. Специалисты быстро адаптировались к работе на новом оборудовании. По своему функционалу значительно превосходит предшественника. В сравнении с аналоговым старым аппаратом не требует, во-первых, проявления снимков. Он является цифровым, и снимки идут сразу на экран монитора врача и лаборанта. То есть мы снимки видим уже вживую. Время не тратится на проявления. Снимки мы можем потом архивировать в ПАК-систему. Данные снимки могут смотреть по региону, другие лечебные учреждения. Само же качество изображения позволяет врачу увидеть даже незначительное отклонение от нормы и в дальнейшем подобрать оптимальный курс терапии. Облучение на новом оборудовании происходит минимальными дозами. Процедура безопасна для пациентов. Они, в свою очередь, отметили не только возможности современного аппарата, но и как преобразился сам рентген-кабинет после ремонта. Очень удивилась приятным образом, потому что видно, что проделан большой ремонт. А сегодня я была на приеме рентгенографическое обследование стопы. Медицина развивается, что дошла до нас. Пусть она еще дальше развивается и ремонт продолжается. Все очень красиво, хорошо. Все пожелания учтены. Ремонт идет полным ходом. Сейчас рабочая группа штукатурит стены на третьем этаже. Здесь же заменена проводка, демонтированы старые покрытия. Как только отделка кабинетов и коридора будет выполнена, начнется монтаж нового оборудования. Его поликлиника получила в этом году. Модернизация организована поэтапно, чтобы не прерывать прием пациентов. В настоящее время проводится ремонт третьего этажа. Там у нас размещаются кабинеты специалистов. И мы, конечно, очень ждем завершения этого ремонта, потому что там хирургическая служба, урологическая служба, которую просто в любой кабинет поместить, конечно, нельзя. Сегодняшний день вышли уже пока не на завершение ремонта, но подрядная организация обещает, что ремонт будет выполнен в феврале 2024 года. И тогда начнется ремонт уже на четвертом этаже. А вот входная группа, площадка перед регистратурой, первые этажи и отделение функциональной диагностики уже прошли этап модернизации. Узкие специалисты ведут прием в просторных кабинетах. Комплексно подойти к обновлению инфраструктуры помог нацпроект здравоохранения. Александра Никитина и Олег Тоньшин. Управда. ТВ.